Пассажиры перевозки объединенного авиаотряда за 7 месяцев увеличились на 4%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года перевезено на 500 человек больше. А вот объемы межрегиональных перевозок могут уменьшиться. Авиакомпания «ТрансАэро» прекращает полеты в Нинецкий округ. Последний рейс по маршруту Домодедово на Ринмар-Домодедово запланирован на 13 сентября. Валентина Чибичек о причинах и последствиях отмены одного из самых популярных авиамаршрутов. Неполная загрузка самолетов и увеличение рейсов конкурента. Такие причины вынудили «ТрансАэро» покинуть рынок пассажироперевозок Нинецкого округа. Из Наринмара в Москву и обратно «Боинг-737» начал летать в октябре 2014 года. Сначала самолеты летали трижды, а затем дважды в неделю. 13 сентября компания совершит завершающий рейс в этом направлении. Я думаю, что это очень плохо будет. Цена опять растет у нас на билетике. Плохо. Можно было бы хотя бы до ноября их продлить. Я думаю, что пассажирам это бы понравилось. Кто-то будет бороться за другие места на других компаниях. Возможно, что их не хватит. По словам пассажиров, стоимость билетов «ТрансАэро» была на порядок ниже. К тому же рейс был удобен тем, что прибывает в Домодедово. Оттуда летают самолеты по многим направлениям. «Ну, во-первых, это единственная стыковка, которая у нас стыкует Крым, то есть Симферополь. То есть они вылетают сюда в 16.40, прибывают в Домодедово. Это очень удобно. И там уже начинаются вечерние рейсы, которые летят на Симферополь. Ну вот единственная стыковка. И плюс еще, конечно же, очень много вылетов за границу, такие как Турция, Египет. Также летают. И это тоже было очень удобно». Информацию агентства НАУ-24 о том, что «ТрансАэро» потерял интерес к этому направлению, подтвердил руководитель авиапредприятия Валерий Остапчук. По его словам, уход авиаперевозчика не лучшим образом скажется и на доходах предприятия. «Аэропорт, естественно, недополучит доходы. Мы уже по этому году отстаем на 10% по доходам от деятельности именно аэропортовой. В связи с тем, что, вы помните, в январе-феврале не выполнялись полеты прямые на Санкт-Петербург. ЮТР начал летать на Санкт-Петербург только в мае месяце. Потом были отменены рейсы ЮТР-экспресс, которые в прошлом году выполнялись. Это Сыктывкар, это Усинск, это Киров». Это направление планируют взять на себя Коми Авиатранс. Это стало известно после визита делегации Республики Коми в Ненецкий округ. Предполагается, компания пустит в этом направлении бразильский самолет Эмбраер-145 на 50 мест. На 13 сентября запланирован первый рейс по маршруту Сыктывкар на Ренмар-Киров. Компания Коми Авиатранс ввела этот маршрут в связи с тем, что в Ненецком округе много желающих попасть в соседнюю республику. Здравствуйте. Добрый день. Можно мне билет до Кирова? К сожалению, по маршруту на Ренмар-Киров пока что рейсы еще не заведены. Мы ждем. Предварительная продажа начнется немного позже. Рейсы планируется выполнять еженедельно по воскресеньям. До 25 октября самолеты будут летать в тестовом режиме. Если пассажиропоток будет устойчивым, сообщение с Республикой Коми станет регулярным. Валентина Чебичук, Леонид Шушилов, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова